Приветствую вас, начать я бы хотел свой ответ с того, что вы не задаете свой вопрос, то есть вы его не опубликовали. Вопросы вы вроде бы как написали свой текст, но вопросов нет, это первое. Второе, значит, вы пишите, в отношении 8 лет самого юного числа, это в первую очередь свидетельствует о том, что вы, как бы так сказать, слишком изменились, то есть вот вы слишком изменились за время, которые были в отношениях, по большому счету. То есть, что это значит? Что это значит? Это значит, что вы попали в отношения, будучи одной, вот, а сейчас вы уже другая. Сейчас мы уже изменились, вы изменились сейчас. И наиболее, наиболее, вот, что является критичным, вот, что критичнее всего, это то, что вы изменились, то, что вы, ну, то, что вы стали другой, по большому счету. То, что вы не так, как раньше, вот, вы подросли или изменились ваши, соответственно, представления, вот, изменились ваши взгляды на многих, многие вещи, в том числе, может быть, даже изменились взгляды, там, на, вот, мыши, мыши, на что-то еще, вот. Вот, из очень много всего могло за это время изменились, изменились, вот. И получается, что это все сейчас как бы игнорируется, получается, получается, что сейчас вы все это игнорируете, по большому счету. Вот, потому что вы изменились, мужчина изменился, вот, ну, а, соответственно, реализации у этих изменений нет никаких, никаких. Потому что, ну, как бы, будучи юношами, вы, ну, в некоторой степени заложники самих себя, вот, вы пытаетесь содержаться, вот, вы пытаетесь содержаться в том образе, который, ну, там, условно говоря, условно говоря, я изначально вас был, вот, в образе, как раз-таки, подростков, в образе юноши, вот. Так что срок-то большой, и то, что вы изменились, в этом нет ничего удивительного. Недавно он сделал мне предложение, я это очень ждала. Ну, вот, эм, тоже, эм, такой, на мой взгляд, достаточно, эм, важный вопрос. Эм, почему вы ждали? Эм, почему вы ждали, что, эм, он сделает вам предложение? Ну, вот, то есть, ну, вы этого, вы этого хотели, я так понимаю, вы этого хотели, я так полагаю. Но вопрос заключается на том, почему вы этого хотели, вот. А как так вот вышло, что вы этого, эм, хотели, вот. Как так, эм, вот, получилось, да, что вам этого, ну, хочется, эм, вам этого хочется? Вот, это очень важный момент. Каким образом это желание у вас, ну, условно говоря, формируется, вот. Что оно, что оно, это желание из себя представляет? Это важный. Это очень важный момент, потому что, ну, по большому счету, э, от этого, в общем и целом, в зависит от того, как вы воспринимаете своего мужчину, да, как вы воспринимаете свои отношения в целом и так далее. Дальше. Теперь сомневаюсь, нужно ли он. Ну, что именно нужно. Он любит меня, но мы постоянно ссоримся за то, что вещи потом улетают и своими слезами я заливаю все вокруг. У ссор есть свои причины, поэтому крайне желательно, чтобы вы взяли на себя ответственность за ссоры, за конфликты. Чтобы вы как-то увидели, что дело не то, что дело и в вас, в том числе, что ссоритесь вы. В том числе, из-за того, как вы себя ведете. И вообще, я бы рекомендовал вам здесь поисследовать психологическую игру «Скандал». «Скандал». Вот. Которое, в общем-то, на мой взгляд, вам достаточно хорошо подходит. Вот. То есть это, по большому счету, такой вот страх. Страх близости, на мой взгляд. Вот. То есть это то, о чем, ну, то, о чем вы, к примеру, говорите. Вот. То, что вы, ну, то, что вы, например, имеете в виду. Вот. И, соответственно, соответственно, ну, это вот то, на чем вам нужно застричь, на мой взгляд, свое внимание в первую очередь. Вот. То есть из-за чего лично я ссорюсь. Вот. Как так? Получается, да, что я ссорюсь. Вот именно я ссорюсь. Вот. Это важно. Дальше. Причины 42. Его курение и ревность. Ну, как задевают вас его курение, непонятно. А ревность – это, что такое, там, неуверенность в себе, нижняя самооценка, страх одиночества, сравнивание себя, значит, как раз с другими людьми, вот, и восприятие, в том числе и отношений, как, ну, отношений и человека, как собственности. Вот. Это очень такой важный момент. Дальше. Вы проводите 90% времени, 90% времени на работе, вы коллег нет почти. Приходите домой поезд и поспать, и я ревную. Ну, да, ревность и сказал. Этим не работать. Есть ощущение, что вы более свободны, чем он. Особенно к его коллегам, так он постоянно на работе, с ними контактирует больше, чем со мной. Ну, смотрите, с одной стороны, есть, наверное, причины, по которым человек работает так много, и это произошло не вчера. Не вчера. Вот. Это произошло не вчера, это началось не вчера. Вот. На мой взгляд, важно понимать то, кто, как, как вы к этому пришли. Вот. И конкретно, как вы к этому пришли, что ваш мужчина работает во столько времени. Ну, и, соответственно, ревность в том числе и возникает и потому, что достаточно мало смысла жизни. Вот. Дальше. Эти 40 преворачивают мои чувства, я уже не знаю, что чувствую к нему. Ну, я так полагаю, что тут нужно разбираться, что именно вы чувствуете. В свою очередь он мне не ревнуют. Совсем подруги говорят, доверяйте, я это вижу, как безразличие. Ну, достаточно сильно здесь чувствуется заниженная самооценка, да, так что если не ревнуют, значит, соответственно, я для него, ну, ничего, как бы, не важно. Вот. Это, опять же, как бы, проекция, это перенос своего безразличия, своего отношения к себе на вашего партнера. Вот. Ну и, естественно, понятное дело, что хорошего в этом ничего абсолютно нет. Вот. И быть, в принципе, не может, не может. Потому что, получается, что для нас отношения это, ну, вот такие хорошие тогда, когда есть ревность, есть какой-то негатив, есть подозрение. Вот. То есть, опять же, вы не чувствуете себя значимой, получается. не чувствуете себя. Всегда представлял рядом с собой другого мужчину, и из-за этого на сомнении все больше. Но, опять же, что значит всегда, в каком смысле вы представляли другого мужчину? То есть, как вообще можно представлять мужчину, то есть, какого-то человека, рядом с собой? Это говорит, ну, это о том, что у вас какие-то потребности, есть какие-то желания. Вот. А если так, то какие? О каких потребностях, о каких желаниях идет речь? Не очень понятно. Вот. Ну и, соответственно, получается так, что вы здесь, ну, не совсем про любовь говорите. Вы здесь больше говорите про что-то другое. Вы здесь больше говорите про свои неоправдавшиеся ожидания. Вот. Скорее. К сожалению. Вот. Поэтому в этом направлении я рекомендовал бы вам поработать. Конечно. Кхм. Вот, в принципе, такой ответ, я думаю, можно вам дать. Повторюсь. Вопросы вы не заданяли, поэтому не совсем понятно, в каком направлении вы хотите двигаться. Вот. То есть отношения можно гармонизировать, себе можно разобраться. Ааа. Чего хотите. Чего хотите, в том направлении и двигаться будем. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Ааа. В общем. Желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok